Матильда Марколи Матильда Марколи Матильда Марколи Матильда Марколи Матильда Марколи Матильда Марколи который уже на границах живет. Я опишу, как можно две очень простые границы прибавить, которые, тем не менее, обладают замечательными свойствами, позволяющими включить их в будущий Пенроузовский план. Потом я обсужу более физическую тему о том, что такое время в космологии, как оно связано с наблюдениями. Потом я обсужу, что происходит на границе. Здесь вот это первое замечание, которое пришло в голову во время доклада Пенроуза, что время на границе не просто кончается, то есть становится момент ноль или момент бесконечности, а оно переходит на мнимые значения времени, оно становится чисто мнимым. Можно вообразить себе, что оно становится чисто мнимым мгновенно, а можно вообразить себе, что оно все-таки так как-то перескакивает по какой-то маленькой кривой, скажем, в комплексной плоскости, с вещественной осидным ним. И оказывается, что если вот этот второй вариант принять и рассмотреть статистику этих кривых, мы получаем прямую связь вот со старыми замечательными моделями того, что называется «микс-макстор-юниверс», не знаю, как это переводить, как-то или иная вселенная, вот, об асимптотическом поведении и статистике приближения к моменту ноль. Вот, значит, ну, алгебрическая геометрия в еще лучшем стиле входит, когда мы обнаруживаем спрятанные там модулярные кривые, и, наконец, последний пункт будет посвящен вкратце описанию того, что нафантазировал Пенроуз и что меня подвигло на все это. Вот, значит, прежде всего, границы. Очень короткое напоминание о математике. Что такое вообще границы? Мы рассматриваем какое-нибудь вещественное, может быть, комплексное многообразие M. Рассматриваем его какое-нибудь открытое подмножество. Тогда мы можем это открытое подмножество замкнуть. И тогда внутри M граница, это будет, конечно, разница между замыканием и самим этим M0. Но, с другой стороны, M0 можно вложить не обязательно в M, можно вложить куда-нибудь еще и проделать с ним то же самое, открытым образом проделать с ним то же самое. Это будет другая граница. Граница ни в коем разе не определена однозначно. Ну, как я уже сказал, границы нужны для изучения асимптотических поведений динамических систем. И я приведу два основных примера. Первое – это проективная граница пространства-времени Менковского. Пространство-времени Менковского, как всем известно, если забыть про метрику, то это афинное четырехмерное вещественное многообразие. И у него есть только без фиксированного начала. У него есть очень естественная компактификация. Это будет проективное четырехмерное многообразие. Что такое одна его точка? Если мы в комплексном случае работаем, то просто вот класс, так сказать, параллельных прямых. Класс параллельных прямых – это одна его точка. Если в вещественном, есть два варианта. Можно класс параллельных прямых, а можно класс параллельных прямых согласованной ориентации. Это детали, о которых я здесь не буду настаивать. Второй основной пример, который я буду рассматривать, это вот этот алгеброгеометрический blow-up. Когда мы раздуваем одну точку, это означает, что мы выбираем эту точку в четырехмерном, не обязательно в четырехмерном многообразии, но в моем случае в четырехмерном, и заменяем ее на проективное пространство касательных направлений к этой точке. Ну, опять, вообразите себе для простоты комплексный случай. Значит, это проективное пространство касательных направлений будет P3. И главное, что нужно усвоить, когда ты начинаешь изучать алгебраическую геометрию, что вот эта P3 может вклеиться на место одной точки, каким-то образом так приткнувшись ко всему остальному, так что вы все равно получите многообразие. Это, конечно, очень похоже на какой-то взрыв, и вот первоначальная идея была так и моделировать взрыв. Теперь немножко о физике космологии. Это, значит, сейчас такая более или менее каноническая линейная модель универсального нерелятивистского времени и с тем, что происходит со Вселенной в течение этого времени, от момента ноль до нашего времени. Примерно 13,7 или 13,8 миллиардов лет наших лет, таких локальных, незначительных, длится Вселенная. Она начинается с этой загадочной точки большого взрыва слева. Там вот с точки большого взрыва, вот где-то здесь это происходит. Потом идет нечто хаотическое, и, скорее всего, квантово-хаотическое, что мы толком описывать не умеем. Потом, начиная с какого-то момента, очень-очень раннего, порядка, скажем, 10 в минус 33 степени секунды, происходит то, что принято называть инфляцией. Вселенная начинает расширяться со страшной скоростью, гораздо большей скорости света. Гораздо большей скорости света, и все, что там было вначале, как бы так растворяется, становится все меньше и меньше плотности. Значит, появляются первые признаки массивной материи, и даже первые признаки электромагнитного излучения фотонов и всякого прочего. Но только этого ничего не видно. Как я прочел в эпиграфе какой-то научной статье, и Бог сказал, да будет свет. И свет стал, но все равно ничего не было видно, потому что ничего не было. Что-то начинает быть видным вот где-то примерно 380 тысяч лет тому назад, когда Вселенная становится более-менее прозрачной для света. И вот то, что мы можем наблюдать, ну и, конечно, простым глазом этого не очень понаблюдаешь, но радиотелескопы и всякие прочие изощренные средства наблюдения, они 380 тысяч лет после Большого взрыва. С этого времени Вселенная сравнительно прозрачна, и в ней кое-что можно видеть, видеть все, что мы видим сейчас. Значит, вот это, так называемые, темные века. Это когда свет уже есть, но он дальше никуда не лезет. Потом первые звезды появляются примерно 400 миллионов лет тому назад. Ну и вот дальше начинается наблюдаемая Вселенная. Вертикальные срезы всего этого хозяйства – это такое весьма схематическое изображение пространства в данный момент космологического времени. Я дальше еще обсужу, что это может значить. Хорошо. Упс, что это я такое сделал? С компьютером? Нет, нет, нет. Вот он сейчас. Вцепился от компьютера. Проверь. Вот, теперь правильно. Значит, это следующая страница, которую я хотел и показать. Я теперь, значит, хочу показать на фоне этой физической картинки две математических картинки, о которых я вкратце сказал тогда. Два разных способа делать границы. Значит, самый простой способ сделать границу – это вот то, что происходит на бесконечность. Вы должны вообразить, что где-то здесь бесконечный момент времени происходит. И в это время Вселенная уже настолько холодная, и в ней плотность материи настолько мала, что она почти что выглядит, как пустое пространство время Менковского. Если бы это было действительно пустое пространство время Менковского, тогда, как мы знаем, была бы естественная граница, которая выглядит, как трехмерное проективное пространство. Но я хочу добавить, что у этого трехмерного проективного пространства есть еще одна дополнительная структура. В ней есть еще специфическая двумерная сфера. Откуда она берется? Она берется вот откуда. Возьмите любую точку. Вообразим себе, что мы работаем с пространством Менковского. Возьмите любую точку. Поскольку у нас есть метрика Менковского, то есть световые конусы, которые исходят из этой точки. Световой конус исходит из этой точки. Возьмите любую другую точку. Соответствующий световой конус строго параллелен этому. То есть любой луч света из этой точки, для него найдется ровно один луч света из этой точки, который параллелен этому. Стал быть, такие лучи света параллельны друг другу, и все образуют одну точку на бесконечности. Стало быть, на бесконечности есть нечто вроде такого общего основания всех этих конусов. Вот это мы и отметим. На бесконечности стоит P3, и в нем сидит такое бесконечное небеса. Одно небо, к которому сходятся все небеса конечных точек. Это правая часть. Теперь давайте посмотрим на левую. Здесь давайте вообразим себе, что у нас была какая-то модель Вселенной, удовлетворяющая уравнение Минсковского. Тут мне будет совершенно все равно, как она выглядит глобально. Я только скажу. Вот возьмем одну точку. В этой точке сделаем blow-up. То есть вклеим вместо нее проективное пространство касательных направлений к ней. Среди всех касательных направлений в этой точке есть касательные направления, соответствующие световым лучам. Они тоже образуют двумерную сферу. Значит, если мы эту точку раздуем, то получится компактификация исходного пространства времени, независимая от этой точки, в которой вот этот вот конус, вот это касательные лучи, исходящие из этой точки, превратятся в некую такую вот гиперболу, которая пересечется со вклеенным пространством тоже по вот этой сфере. То есть мы получаем такую смешную картинку. П3 вместе с небесной сферой здесь, и тоже П3 вместе с небесной сферой здесь, хотя физические условия как бы прямо противоположны. Вот. Это, значит, я попытался объяснить, как можно воображать себе границы, пространственно подобные границы пространства времени вот в такой нашей стандартной Вселенной. Так. Теперь я хочу немножко обсудить понятие самого космологического времени в таких моделях, потому что дальше я буду кое-что говорить не только о том, что происходит с пространством на этих двух концах ноли и бесконечности, но вот что происходит со временем. Как я сказал, я попытаюсь аргументировать идею, что время становится чисто мнимым. В релятивистских моделях по-настоящему время является локальным понятием. Там нет никакого глобального времени. Вот у вас есть метрика. Я буду воображать себе метрику сигнатуры 1.3. Значит, в пространстве Менковского это dt в квадрате минус сумма dx квадрат плюс dy квадрат плюс dz в квадрат. Значит, метрика сигнатуры 1.3. Тогда на времени подобной геодезической это время – это что такое? Мы ограничиваем на эту геодезическую нашу метрику и, значит, измеряем интеграла ds вдоль нее. Это будет локальное время, но оно совершенно не глобальное. И вот замечательное тогда замечание, которое никогда не принималось всерьез, если даже его на лекциях делали, что на светоподобных геодезических тогда вот такое локальное время действительно становится мнимым. Если вы хотите перейти из одной точки в другую, измеряя время таким способом, вам придется потратить на это мнимое время. А если вы рассмотрите светоподобные геодезические, то есть кривые, по которым движется классически описываемый свет, то время просто останавливается. Мы знаем сейчас, что мы состоим из массивной материи, можем говорить о пространстве-времени и так далее. Нынешняя теория состоит в том, что мы всем этим обязаны бозону Хиггса. Если бы бозон Хиггса в свое время не возник, то все бы состояло из материи нулевой массы, и никакого времени у нас бы не было. Мы бы как ангелы просто так жили. Везде и никогда. Если вы вообразите себе таким образом какое-нибудь раздутие этой самой точки, и вообразите себе переход изнутри этого самого небесного пространства С2 через него и наружу, то как раз внутри время будет вещественное, на границе нулевое, снаружи чисто мнимое. Это такие локальные реальности. Мы состоим из массивной материи. Наша реальность, наш мир локален, очень локален. А до этого я говорил о космологическом времени, о какой-то такой проекции на вещественную ось времени всей Вселенной. Что это такое? Здесь есть два типичных и много обсуждаемых в космологии, в космологии два примера, которые теорию С2 с наблюдениями связывают. Одна такая. Имеется наблюдаемая величина, которая формально говоря называется обратной температурой космического микроволнового излучения, CMB. Это не очень легко объяснить, что это такое, но примерно так, что это температура, которая сама, грубо говоря, температура наблюдается, но чтобы ее проинтерпретировать как следует, берется планковский спектр излучения абсолютно черного тела. Это то, что можно с одной стороны наблюдать, а с другой стороны придать числовое значение, обратная температура. И вот эта обратная температура, измеряется, конечно, прямая температура, а обратная измеряет время, прошедшее с начала Большого взрыва, но вот такое космологическое время, совершенно не локальное. Значит, вот примерно начиная с... не с Большого взрыва, а примерно начиная с 380 тысяч лет после Большого взрыва. Второй пример – это так называемое красное смещение наблюдаемых звезд или в галактиках. Значит, это наблюдаемое красное смещение такое. Мы можем следить, ну, грубо говоря, очень грубо, мы можем следить за какой-нибудь конкретной спектральной линией какого-нибудь нагретого элемента, вроде водорода. И вот выясняется, что то, что мы наблюдаем в земных условиях, по сравнению с тем, что мы наблюдаем в астрономических наблюдениях, эта линия куда-то смещается, в красную сторону спектра. И чем больше это смещение, тем с большей скоростью от нас удаляется источник этого света. Ну, точно так же, когда вы стоите на шоссе, и где-то там мимо вас проносится машина, гудя, то сначала вы слышите более высокий звук, а потом более низкий звук. Вот примерно такой же эффект. Но это скорость удаления от вас. А вот открытие Хаббла, ну, есть разные люди, которые оспаривают это, но, во всяком случае, принято называть константой Хаббла. Оно состоит в том, что скорость удаления пропорциональна самой дальности. Вот это вот замечательная вещь, нетривиальная. И это чистыми уравнениями не, так сказать, обмирно. Наоборот, уравнения подстраиваются под эту астрономическую историю. Это два варианта космологического времени. Мне очень жаль, что тут так плохо видно. Значит, вот попытайтесь вообразить себе... Может, свет погасить? Может, свет погасить? А где там? Да. Да. Значит, вот то, что вы видите справа, то, что вы видите справа, значит, вы должны видеть что-то вроде круга. Центр – это земля. В кругу вы видите два сектора. И эти сектора усыпаны точками разных цветов. Есть самые синие точки, потом цвета постепенно сдвигаются. В некоторых местах они становятся все более и более красными. Ну, разумеется, все это в реальности записано в разных таблицах там и так далее и тому подобное. Но глазами вы должны увидеть вот эти два сектора, усыпанные точками цветов от очень синего до сильно красного. Значит, земля находится в центре. Каждая точка, которую вы здесь видите, это галактика. Чем она краснее, тем старше те звезды, которые в этой галактике находятся по принципу, значит, Хаббла. Они, с одной стороны, с большей скоростью от нас удаляются и пропорционально они старше. И что касается... Тут даже я не могу прочесть, на каком расстоянии находится внешний круг. А черные... Вот черные, здесь они белые, значит, секторы, где этих точек не видно, это тут невидимые галактики, потому что их мешает увидеть пыль в нашей собственной галактике. Вот, ладно, постараюсь к следующему разу сделать эту картинку получше. Вот. И, значит, на этой научной картине наблюдаемой Вселенной, я вдруг, когда я до нее добрался, я понял, что она поразительно напоминает знаменитое классическое полотно Марселя Дюшам. Дюшама. Ногая, спускающаяся по лестнице. Где, значит, спускающаяся по лестнице женщина видна одновременно в последовательных положениях. Ну, конечно, сам Дюшам вдохновлялся не космологией, а зарождающейся тогда киношками. Вот. Но, тем не менее, все-таки. Вот. Значит, я опишу ниже контекст, в котором, вот, как я уже говорил, на прошлой и будущей границах мира Вселенная, время не исчезает, а становится чисто мнимым. Это так называемое weak rotation, вращение вика. В теоретической физике оно очень хорошо известно. И оно в действительности описывает некую связь между двумя фундаментальными вероятностными моделями в теоретической физике. В высшей степени универсальными. В классической теоретической физике очень часто появляются, как только вы не измеряете какой-нибудь маленький кусочек Вселенной локально, у вас появляется статистическая сумма. Вы объявляете, что на ансамбле всевозможных ситуаций, которые вы хотите изучать, есть некое распределение вероятностей. И вот, значит, по этому распределению вероятностей вы производите сумму значений наблюдаемой величины на e в степени минус там что-то такое. А в квантовой физике совершенно аналогично считается, что первоначальной, самой близкой к наблюдению величиной является некое скалярное произведение, но только усредненное по разным состояниям. И получающаяся сумма совершенно такая же, как в классической физике, но отличается тем, что ровно в точности, как я поминал, в классической физике обратная температура в некоем месте стоит в экспоненте, а в квантовой физике время, умноженное на i. Так что связь между тем и другим, она уже хорошо появлялась, и это именно переход от классической физики квантовая или наоборот. Я хочу сказать, что, естественно, ожидать того же самого в космологии на концах времен. И я хочу только сказать, что очень интересное соединение двух интересных моделей чисто математической и чисто физической доставляет аргументы в пользу того, что вот этот переход происходит не мгновенно, поворот с вещественной оси на мнимую, а через посредство геодезической, кусочка геодезической. Я нарисую, чтобы это было видно. Вот если вы... Что-то умело... Какое-то... Спасибо. Значит, если вы вообразите себе комплексную полуплоскость, скажем, верхнюю, значит, здесь будет мнимая полуось, а здесь будет вещественная ось. И до бесконечности. Значит, поворот Вика он либо сравнивает вот эту полуось горизонтальную с вертикальной, здесь все вещественное, здесь становится чистым нимом. Вот. И когда вы приближаетесь к началу, мгновенно происходит перескок сюда. Или в обратную сторону. Вот сюда-сюда. Так вот, на этой вещественной, комплексной полуплоскости есть гиперболическая метрика, хорошо известная. Значит, dx-квадрат плюс dy-квадрат деленное на y-квадрат, если точка z это x плюс y. Вот. И я говорю, что мы можем рассматривать не мгновенные перескоки, а перескоки, совершающиеся по геодезическим. Геодезические на самом деле в этой метрике, за исключением этой половинки и параллельных этой полуоси, геодезические это просто такие полуокружности, которые перпендикулярно спускаются на вещественную ось. На самом деле оказывается, что на этих геодезических есть естественная вероятностная мера. На множестве этих геодезических, не на самих них, а на множестве этих геодезических. И она, оказывается, совпадает с мерой, которую придумали космологи. Вот, Белинский, Левшиц, Халатников и так далее в модели Вселенной, приближающейся в обратном течении времени к своему началу, к Большому Взрыву. Немножко более техническая часть моего рассказа. Я рассмотрю, чтобы рассказать более точную математику, я расскажу модель Робертсона Уокера или Фридмана Робертсона Уокера, которая является произведением космологического времени Т, это вещественная ось или полуось, а также трехмерное пространство постоянной кривизны. Оно может быть постоянной кривизной плюс один, минус один или ноль. В случае плюс один это просто топологически сфера. Но в этом варианте это будет не совсем сфера, а это будет трехмерный эллипсоид с разными длинными осей, зависящими от времени. Это будет мне не так важно. А динамика зависимости этого пространственного сечения от космологического времени описывается одной вещественной функцией вот этой вот самой РОТ. Она возрастает от нуля в момент Большого Взрыва до Бесконечности. Можно условиться, что мы полагаем, что она равна единице вот сейчас. Космологически сейчас. Вот. Просто два слова. Если вы посмотрите на классические статьи, которые изучают это самое уравнение Эйнштейна Фридмана для этой модели, с космологической константой, это то, что сейчас называют темная энергия, мне некогда о ней говорить, хотя это очень интересная вещь, одно из самых фундаментальных открытий последних десятилетий, то вы увидите, что просто там появляется в качестве математического героя вот такое вот уравнение Y квадрат равно R в четвертой степени плюс AR плюс B, что, конечно, любой алгебраический геометр узнает уравнение афинно-эллиптической кривой. В принципе, А и B это вещи, которые в физике там измеряются разными там характеристиками материи и темной материи, темной энергии, производящей гравитационное поле. Вот так что они, в принципе, тоже зависят от времени. А потом физики говорят, что удобнее писать их уравнения и изучать их решения, введя то, что называется конформную версию космологического времени. И эта конформная версия, это интеграла DR поделить на Y. Каждый алгебраический геометр узнает здесь дифференциал первого рода на этой эллиптической кривой. А интеграл от какого-то момента фиксированного времени до этого самого R от T. Таким образом, неожиданно, когда я на все это наткнулся, я сам удивился, я обнаружил, что часть этой модели Фридмена Роберционного Уокера состоит в том, что у нас есть какое-то универсальное семейство эллиптических кривых, а на нем прочерчивается какая-то кривая. Ну, когда у нас есть универсальная модель эллиптических кривых, то мы можем ее поднять, мы хорошо знаем, что есть одна такая версальная модель, которая параметризована как раз точками верхней полуплоскости. Вот, и если у вас здесь есть точка Тау, Z это общее значение, здесь это точка Тау, тогда на этой точке у меня есть эллиптическая кривая, фактор комплексного Тора по решетке порожденной 1 и Тау, и это, конечно, эллиптическая кривая, так что наша кривая времени физическая, она живет на базе семейства эллиптических кривых универсальной. Но только если вы выберете какую-нибудь одну эллиптическую кривую, то она встретится в этом семействе не один раз, а бесконечно много, а именно если вы замените Тау на АТау плюс Б поделить на ЦТау плюс Д, где АБЦД будет матрица с целыми коэффициентами и и определителем единицы, то тогда вы получите ту же самую эллиптическую кривую. Поэтому если вы хотите разобраться, как-нибудь устроить такое семейство, где каждая кривая встречалась бы по одному разу, но вам нужна дифундаментальная область для такого действия группы, она у нас чуть-чуть дальше появится. До появления эллиптических кривых было для меня неожиданным. Все, кого я сумел спросить, сказали, что нет, они как-то, хотя они уравнения читали, статьи читали, но ни про какие эллиптические кривые никогда не слышали. Вот. Это вот я повторяю здесь то, что я вкратце объяснил тут, что значит в резюме, что во вселенной Фридмана Робертсона Уокера эволюция времени описывается вещественной кривой на алгебраической поверхности, которая является модулярной кривой базы семейства эллиптических кривых или на ее универсальном накрытии, как вот эта полуплоскость, как угодно. Вот. Вот. И я покажу теперь, что вот эти две картинки поворота Вика, которые проходят через посредство какой-то геодезической соединяющей эту полуось с этой осью и совершенно независимой отдельно открытой статистической модели ранней Вселенной, что они абсолютной точностью согласуются. Вот. Несколько слов о том, как выглядит это самое Mixmaster Universe. Значит, мы берем теперь вот такую модель Вселенной, она близка к Фридману Робертсону Уокеру, только, значит, вот там у нас сечения были сферами трехмерными, пространственные сечения, а здесь вот они будут эллипсоиды, оси которых описываются функциями А от Т, Б от Т и Ц от Т, функциями от космологического времени. Потом можно написать решение уравнения Эйнштейна для них, и Казнер обнаружил, что там есть поразительно простые решения, которые описываются просто степенями от Т. Это абсолютно точные решения, надо взять три вещественных числа П1, П2, П3, которые являются точками на вещественной алгебраической кривой, сумма всех П1 равна единице, сумма всех квадратов П1 тоже равна единице, конечно, при Т равном нулю они становятся сингулярными, пространство схлопывается, это и есть момент большого взрыва, так, в принципе, это совершенно точное решение. Вот, и теория, это и самое, не знаю, коктейльное, или как это сказать, как миксер по-русски, есть какое-нибудь слово по-русски для миксера, в общем, вселенная, вселенная, которая, которая изготовлена миксером, они в 70-е годы написали, физики написали несколько статей, в которых аргументировалось, что если вы возьмете не одно специальное решение, а в каком-то смысле слова общее лишь решение, ну, скажем, приближающееся назад к моменту Большого Взрыва, обратим знак времени, если вы возьмете достаточно общее решение, то это достаточно общее решение будет выглядеть так, оно будет часть, какой-то часть времени проходить близко к одному Казнаровскому решению, потом другую часть времени близко к другому Казнаровскому решению, потом к третьему и так далее, то есть оно будет описываться некой последовательностью точек Казнеровских решений. Это не очень легко и сформулировать точно математически, и доказать точно математически. Синай, в одной из их статей совместных вмешался Синай, и тогда формулировки стали достаточно математически точными. Там как раз и была введена одна из границ, хотя я еще не исследовал, похожа ли она на ту границу, которую я предлагаю рассматривать. И вот, значит, оказывается, что статистика на пространстве этих последовательностей, естественно, значит, там есть такая символическая динамика, и оказывается, что статистика, описываемая этой символической динамикой, в точности совпадает с другой статистикой, которая описывает символическую динамику вот этих вот геодезических. Вот, немножко более точные утверждения. Я уже приближаюсь к концу, но все-таки, значит, в решении физиков Белинский, Халатников, Лившиц, мы, значит, начинаем с того, что вводим еще одно космологическое время. Я говорил много раз, что это такое понятие очень математическое, оно совершенно не локальное. Это его дифференциал, это будет ДТ поделить на АВС. Если вы возьмете это на одном Казнеровском решении, то поскольку АВС – это Т в степени П1, Т в степени П2, Т в степени П3, а сумма П1 плюс П2 плюс П3 равна единице, то это просто ДТ на Т. Так что видно, что, если вы живете на одном Казнеровском решении, то это логарифм Т. Ну, естественно, предположить тогда, что это примерно, значит, логарифм, минус, значит, омега становится примерно минус логарифмом Т, когда вы назад идете. То есть омега приближается к бесконечности, когда мы двигаемся по времени назад к моменту нуль. И утверждается, что типичное решение Эйнштейновских уравнений, вот таких описывающих так называемую Вселенную Бьянки-9, определяет последовательность, бесконечно возрастающую последовательность моментов от этого времени омега, омега-0, омега-1, омега-n, а также последовательность иррациональных вещественных чисел у-н между единицей и плюс бесконечности. Рассмотрим полуинтервал времени от омега-n включая и до омега-n плюс-1 исключая. Он называется энтой Казнеровской эрой для конкретного решения гамма. Вот у нас есть какое-то конкретное решение. Оно определяет вот такие числа. Внутри энтой эры эволюция А, В и С описывается приблизительно несколькими последовательными формулами Казнера. А внутри нее есть еще внутри этой одной эры есть Казнеровские интервалы, где P1, P2, P3 остаются примерно постоянными. Вот такое дискретное описание. У них, извините, почему числа появившиеся иррациональные? Типично, для типичной траектории. Для типичной траектории. Вот. И, значит, эволюция внутри Казнеровской эры номер n, она начинается во время омега-n с каким-то конкретным параметром, значением u, которое называется un. И через это u определяется P1, P2 и P3. Вот формулами, которые здесь написаны. Потом, пока мы остаемся внутри одной и той же Казнеровской эры, в них, значит, циклы определяются так, что там, значит, число un заменяется на un-1, un-2, un-3, пока не дойдем до почти что нуля. Вот. Ну и, соответственно, P1, P2, P3 там будут определяться. После того, как мы прошли все допустимое количество циклов внутри эры, мы должны перейти к следующей эре, и там происходит скачок. Его параметр, параметр u соответствующий, вот он внизу страницы написан. Это все нетривиально и в любом варианте. Вот. Но видно, что формулы, в общем, очень простые и очень красивые. И они могут быть переведены на язык непрерывных дробей совершенно простым и прелестным образом. А именно, значит, можно задать иррациональное число больше единицы, написать его разложение в непрерывную дробь и, значит, потом выразить через все это хозяйство омега и у так, что вот этот временной переход от одной эры к другой будет просто сдвигом на коэффициентах непрерывной дроби и полных частных непрерывной дроби. Вот. Это только про u. А если вы хотите включить и u, и омега, тогда нужно два числа рассмотреть и добавить слева последовательность целых чисел, которые уходят к минус бесконечности. И тогда этот замечательный сдвиг на единичку будет моделировать полную информацию об омега и u. Вот. То есть мы видим математически точно определенную, на самом деле изученную раньше, очень красивую динамическую систему, которая почему-то описывает поведение Вселенной, ну, по крайней мере, в модели Бьянки-9 вблизи Большого взрыва. Вот. Теперь я хочу показать вкратце, что эта же самая модель описывает вот то, что я говорил, вот этот переход с чисто вещественной оси на чисто мнимую, переход по геодезическим. У нас будет некий такой ансамбль способов перехода, и статистика этого ансамбля с соответствующей инвариантной мерой будет ровно в точности такой же. Вот. Значит, здесь, если у нас есть одна вот такая геодезическая, значит, это полукруг, у нее есть два конца, левый и правый. Мы можем разложить непрерывную дробь левой и правой концы, и, значит, один конец отправить в левую часть непрерывной дроби, другую – в правую. Вот. И, значит, можно нарисовать, нарисовать, можно нарисовать непрерывную дробь с одной стороны, а с другой стороны, две непрерывных дроби, а с другой стороны, закодировать движение вдоль геодезической, но только перенесенную из всей этой нижней, верхней полуплоскости, прошу прощения, на фундаментальную область. Типичная фундаментальная область… Ох, надо мне все переделать, опять все плохо видно. Значит, типичная фундаментальная область, она выглядит, значит, вот таким вот образом. это треугольник, вот здесь вот треугольник, который включает верхнюю полуось, мнимую полуось от точки И до бесконечности, потом, значит, пересечение с прямой, начинающейся, вертикальной прямой, начинающейся в точке минус один, другое пересечение с прямой, начинающейся в точке один, вот, и, значит, полуокружность, части окружности, соединяющей эти два конца с И. Вот. И типичная геодезическая, вот она здесь проходит, а потом она переходит на образ этой геодезической относительной группы ПЛ2З, которая выглядит уже иначе, но, конечно, гомеоморфен этой, и можно считать, что этот второй кусок, он как бы тоже здесь проходит, ну, что-то вроде такого бильярда гиперболического. И каждый раз, когда мы проходим такую вот область, мы можем поставить букву Л или Р на этом отрезке геодезической, который будет просто отмечать слева или справа при этом движении находится вот этот самый образ бесконечно удаленной точки. Здесь он слева, потом он становится справа, справа, потом опять слева, ну и так далее. Значит, можно такую бесконечную последовательность чисел, бесконечную последовательность букв с проекциями, со степенями, значит, можно их, ими закодировать, эту последовательность геодезических. И окажется, что тогда вот эти вот степени, степени в точности соответствуют неполным частным, которыми мы уже встретились, когда изучали последовательность Казнеровских эр и эпох внутри эры. Вот. Так что, в таком контексте вот это и получается объяснением естественного совпадения, когда мы постулируем вековский поворот по таким вот геодезическим. Ну, значит, вот одно маленькое предостережение, что если мы хотим считать время вещественным, а температуру мнимой, то тогда нужно эту штуку повернуть вот так вертикально и считать, что наоборот это вещественная полуось, а это чисто мнимая, ну, это всякие мелочи. Куда мы ставим и, это в конце концов вопрос соглашения. Вот. Ну вот. И теперь, значит, последний вкратце сюжет это картинки самого Пенроуза частично с моими надписями. Значит, это воспроизведено в такой виде раздувающейся такой вселенной. Это очень схематически воспроизведена картинка, с которой я начинал. Только теперь время идет вертикально. Вначале происходит большой взрыв. В конце, значит, вот это самая тепловая смерть или чего-то в этом роде. И Пенроуз говорит, что на самом деле хорошая математика всего этого дела устроена таким образом, что вслед за тепловой смертью вселенной, естественно, может последовать новый большой взрыв и следующий цикл развития вселенной. Как хотите. Вы можете воображать, что он этому тождественен, а можете воображать, что это новый. Пенроуз, естественно, воображает, что он новый и называет каждую такую эпоху эоном. Значит, вот один эон присоединяется к другому эону, и таким образом вселенная начинает существовать действительно бесконечно, проходит бесконечно от одного эона к другому. Вот когда он эти свои картинки нарисовал, я, он, у него, конечно, есть свое объяснение того, как склеивать точку с бесконечной этой самой вселенной Минковского, и вот я заменил это его объяснение, которое мне оказалось не очень ясным и не очень убедительным, я заменил вот это свое на две границы, на границу в нуле и границу в бесконечности. Но если хотеть сохранить эту пенроузовскую фантазию, то та картинка, которую я вам представил, абсолютно подходит, ради бога. Хотите, пожалуйста, не хотите, не надо. Вот чего Пенроуз не говорил, это, значит, вот когда мы двигаемся по этой последовательности времен в эонах, скажем, снизу вверх, мы двигаемся по ней, что происходит со временем, когда мы пересекаем границу между двумя эонами. И вот это вот главная, я считаю, идея этой статьи, вот этот самый скачок на мнимую полуось или такой вот переход по геодезическим. И нужно, конечно, очень ясно понимать, что в действительности все, что происходит вблизи этого перехода и вблизи Большого Взрыва, на самом деле это такое статистическое классическое приближение к квантовой картине, которую мы не знаем и не понимаем. Квантовой гравитации вблизи этого времени мы не знаем и не понимаем. И так же, как добравшись до картины Вселенной с этими синими и красными точками, которые являются галактиками, я вдруг сообразил, что передо мной Марсель Дюшон, так добравшись до этого места, я вдруг сообразил, что есть стихотворение знаменитого пианиста Альфреда Брэнделя. Он не только знаменитый пианист, но также очень хороший поэт, который вдохновлялся среди прочих русскими абериутами и Хармсом. Я очень люблю эти его стихи и с десяток из них перевел. И вот одно его стихотворение, которое называется «Ящички». Звучит оно так. Оно существует и в английской, и в немецкой версии, но я не успел перед отъездом их раздобыть. «Перед большим взрывом были в основном выдвижные ящики». Ящички. Мир до большого взрыва, не считая нескольких шариков, состоял из ящичков. В ящичках помещался миллион с лишним световых лет, а больше ровно ничего. Тут он недооценил больше. Потом, при невыясненных обстоятельствах, ящички медленно, но верно стали наполняться динамитом. Мир перед большим взрывом был в большом порядке, по временам даже слышался чей-то смех. Все, спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Вопросы? АПЛОДИСМЕНТЫ Гуд и потом к этому добавил, ой, наш соотечественник, Андрей Линде, да, они говорят время и время 10 минус 30 секунд, делов-то. По каким причинам космологи не принимают эту концепцию? Эту концепцию. Ну, во-первых, всегда такие экстра новые вещи происходят долгое время скепсисом. Вторая причина немножко более серьезная. Когда Пенроуз приезжал в Бонн, он был очень счастлив тем, что в наблюдениях Ереванской обсерватории вроде бы было обнаружено то, что, как он надеялся, являются следами предыдущего эона в нашем космическом излучении. Эти следы должны были проявляться в очень небольших флюктуациях вот этого космологического бэкграунд, значит, излучения. Но эти флюктуации должны были идти такими хорошенькими кружочками. Вот когда вы бросаете в лужу камушек и расходятся круги по воде. Вот он и коллектив Ереванской обсерватории решили и доказывали, что они такие флюктуации наблюдают. И, значит, вот есть эти кружочки. Но другие группы, которые стали делать статистическую обработку таких флюктуаций, они обнаружили, что стоит чуть-чуть там изменить какие-то параметры, и флюктуации начинают принимать какие хотите угодно значения. Так что неубедительно, что это были кружочки. Это вызвало, значит, скепсис, во всяком случае, к настоящему моменту. Сейчас, однако, очень модно то, что для нас, для математиков, почти то же самое. Значит, некие следы, наоборот, большого взрыва. Экспериментальные наблюдения других флюктуаций в этом же самом фоне, которые как будто бы следы этого большого взрыва. Так что его знает, поживем, увидим. Да. Да. Если есть, может, в минуле взаимодействия Пенроуза с Бюроканской обсерваторией, а когда он там, ты, можно, бывал? Я не помню, у меня даты, конечно, есть, у меня под рукой нету ссылок. Это там в 70-е годы. Нет, 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 это свежее, это недавно. Это недавно, но точные даты я не помню, да. И бывало он, может, и раньше, но вот эта совместная работа, это свежая. Было сказано, что существует несколько айонов. Как считается, мы в первом или в каком? No comment. Круги, смотри. Расходящие. А вот там, при этих склейках, там небесные сферы тоже как бы склеиваются, да? Дело в том, что Пенроуз объясняет склейку не так, как я. Он говорит так, что при склейке метрики склеиваются не метрики, а склеиваются конформные классы метрик. При этом ничего не говорят о пологии самого пространства. Он говорит, что вот если у вас одна метрика отличается от другой на очень большой фактор, но такой просто общий фактор, тогда это можно склеить. Я к этому добавляю картинку того, что происходит с самим пространственным временем, по крайней мере, локально, вот на этих стенках. Можно проверить, что с метриками происходит то же самое, но это мне не мой центр, не мое ударение. Какие-то энтропийные соображения там у него, по-моему, тоже были, что-то, да? Нет, у него там целая книжка есть, и даже существует ее русский перевод. Там много-много всякой информации, но вот то, чем он был действительно совершенно счастлив, это вот этим вот предположительным экспериментальным наблюдением. То, что вы описали, это такой подход к моменту, начальное время, как проход мимо гидротенических цепочек к Каснеровскому кругу. Да, который моделируется статистической системой, потому что на самом деле это нечто квантовое, а как этому у нас нету сейчас. А у меня просто есть аналогичное описание для второго предела, бесконечного предела, динамическое. Есть ли... Так они же связаны, если вы склеиваете большой взрыв с очень холодной Вселенной, то вы говорите, значит, время кончилось, в этот момент оно стало чисто мнимым, а потом оно опять спускается к вещественному, ну, по вот такому вот хаотическому этому. Да, 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 да. Еще вопросы? Если больше вопросов нет, давайте поблагодарим доказательство. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ